Спорт это жизнь. Но как говорится, под движение нужна и соответствующая инфраструктура. Поэтому в Ульяновской области продолжается реконструкция спортивных объектов. Как признаются сами кураторы спортивной отрасли, сейчас задача номер один завершить в Ульяновске обновление центрального стадиона труд. В мае этого года площадка должна быть введена в эксплуатацию. В самом разгаре завершения графика строительно-монтажных работ по реконструкции одного из самых старейших объектов спорта Ульяновска. С завершением реконструкции здесь появятся прекрасные спортивные базы для футболистов. И наконец-то мы увидим современные электрические дорожки и ядро. Современный крытый стадион с хорошим естественным газоном, подогревом и качественной дренажной системой. Мечта не только любого провинциального города. Это большая радость для спортсменов и истинных болельщиков. Естественный газон – это большой подспорь для нас. Это можно продлить свою футбольную жизнь. Для подрастающих коленей это вообще класс. У нас, по-моему, в области это первое поле будет с подогревом. По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в регионе реализуется программа по восстановлению спортивных сооружений, построенных еще в Советском Союзе. Мы буквально недавно открыли после ремонта спортивный зал района Дома культуры Теренга. Там базируются детско-спортивные школы. В прекрасном состоянии приведен спортивный комплекс «Техстильщик». Он также был построен в 90-х годах. Сейчас выполняем следующее поручение. Оказываем содействие в наполнении этого комплекса спортивным индустрием и оборудованием. С нуля в Ульяновской области строятся и спортплощадки. Один из последних примеров – физкультурно-оздоровительный комплекс «Фаворит». Объект площадью 2000 квадратных метров расположился в Завожском районе регионального центра. 29 декабря минувшего года ФОК ввели в эксплуатацию. 8 февраля состоится торжественное открытие современного комплекса. Мы на сегодняшний день определили виды спорта, которые будут развиваться. Это баскетбол, это спортивный туризм, спортивное ориентирование, спортивная аэробика, это спортивные изнаборства, такие как кикбоксинг-кайкраты, кудо-кикбоксинг и адаптивная спортивная школа по баскетболу. Тренажерный зал – большое помещение, которое с помощью разделительных штор делится на три спортивные зоны. Адаптированы здесь раздевалки под маломобильную часть населения. И это еще маленькая толика того, что уже есть и ждет фаворит в будущем. На сегодняшний день у нас уже записалось 654 ребенка, то есть это пока только начало. Соответственно, мы не забыли и про малообеспеченных семей, и про многодетных семей, то есть здесь также будут оказаны бесплатные услуги. Мы не забыли и про население, про наше старшее поколение. Здесь открыт недавно центр долголетия, и, соответственно, эта категория также будет заниматься бесплатно. Еще одна особенность ФОКа – его инфраструктура. Комплекс предусматривает две парковочные зоны. Рядом также расположилась детская площадка и специальная зона для воркаута. Кстати, пока единственная в регионе. Ринат Алиулова, Михаил Рассашанский, Константин Никитин, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.